Девочки, всем привет! Я очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня тема такая в продолжении покупок, скажем так. Назову его, наверное, мои новинки. В общем-то, в покупках я вам забыла, точнее даже не то, что забыла, а все-таки решила не показывать одну такую вещь, которую я еще на тот момент плохо протестировала, и решила вот рассказать о ней сейчас. Эта вещь называется вот так вот, на английском языке. В общем-то, это праймер для теней от Риммель. В общем-то, что тут написано? Shadow Primer. Да, вот так вот. На русском тут я не нашла ни одного слова. Когда я была в магазине, это был магазин Диона для тех, кто живет в Астане, тот, который находится недалеко от Евразийского университета, я искала себе базу под тушь. Я тогда не смогла найти базу от Evelyn, мою любимую. И почему-то, вы знаете, как-то я посмотрела на вот этот тюбичек, он похож на тюбик с тушью, согласитесь, и лежал, по-моему, в отделе, где лежали туши. Я подумала, что это база под тушь, и купила его. Ну, каково же было мое удивление, когда я дома открыла и увидела, что здесь вот такой вот наконечник, и тут до меня дошло, что это база под тени. Я не знаю, новинка это у Риммель или нет, но я решила вот попробовать. Само средство выглядит очень интересно. Это такая вот белая перламутровая такая какая-то вещица. Вот так вот она выглядит. Я вот просто нанесла ее на кожу и не растушевала. И по ощущению она немножко такая жирноватая, скажем так. Когда вы ее разносите, немножко чувствуется, что она как будто на силиконе. Вот какое-то вот такое ощущение. Когда вы ее растушевали, есть вот такой вот легкий перламутровый эффект. Когда воспользовалась ей первый раз, честно скажу девочке, она мне не понравилась вообще. Мне казалось, что тени на ней плохо тушуются. В принципе, держатся тени на ней нормально. Ну, так сказать, у меня веки не жирные, на мне любые тени держатся нормально. Но я решила пользоваться ей дальше и, так сказать, сравнивать свои ощущения. Я поняла, что эту вещь надо наносить совсем чуть-чуть и очень хорошо тушевать пальцем. Дать какое-то время высохнуть ей на вашем веке, только потом наносить тени. Также эта вещь не подойдет, если вы хотите полностью матовый макияж, матовые тени на вашем веке. Потому что она все равно будет придавать легкий перламутр. Но в целом, в принципе, держатся на ней тени действительно неплохо. И растушевать их тоже можно хорошо, но надо сначала, чтобы она слегка высохла. Что еще? Если все-таки вы используете такие сатиновые тени, либо шиммерные, то она вам сыграет на руку, потому что она поможет придать дополнительный блеск вашим теням. В общем-то, вещица интересная, вещица неплохая. Но мне кажется, если у вас по-настоящему жирные веки, может быть, вот эта вот ее консистенция, она как-то, может быть, плохо скажется на стойкости ваших теней. Но в целом попробовать можно. Стоит она недорого, около 200 рублей на наши денежки. Это 960 тенге. Так что можете попробовать. И вторая новинка, я ее выиграла в конкурсе у матрешки, у Сонечки уже довольно-таки давно, палетка от Wet n Wild. Это было мое большое желание иметь палетку у этой фирмы. Я в восторге просто от их теней, этой фирмы, по разным свочам, по разным видео других девочек. Я была покорена, что тени стоят столь недорого и имеют такое высокое качество. Мне досталась палетка вот такая вот номер и название, я вам покажу, чтобы вы поняли. Соня, когда их разыгрывала, сказала, что это были ее тени на тот момент самые любимые. Она чаще всего ими пользуется. Ну и, конечно, вдвойне приятно было их получить. Тут сзади, кстати, есть небольшая такая схема, с какими тенями лучше использовать, куда и как. Но я пока с ней еще не сильно разбиралась, с этой схемой. Хотя, в принципе, будет, наверное, интересно попробовать. Что первое, немножко меня так слегка удивило, практически все тени шиммерные. Я вот не знаю, видите вы или нет. Вот эти шиммерные, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, эти чуть-чуть и эти тоже чуть-чуть. Вот. Но сами оттенки красивые, интересные. Они, кстати, подписаны, куда примерно их нужно наносить, я так понимаю, на ваше веко. В комплекте имеется вот такая вот интересная скошенная кисточка и спонжик. Так, кисточка не пользовалась, но, кстати, она неплохая, такая довольно мягкая, в дорожном варианте можно ей попользоваться. Сейчас покрою, постараюсь показать вам свочи. Вот на первых, вот этих четыре оттеночка. Тени мягкие, тени пигментированные. Они меня в этом плане нисколько не разочаровали. Сейчас я их нанесу на руку. Вот так вот они выглядят без базы, просто, вот так сказать, в сухом своем варианте. Мне кажется, неплохой такой своч, что мне в них понравилось. Действительно мягкие, действительно отлично они тушуются. Неплохой они, действительно, такой стойкости, то есть в течение дня вы спокойно с ними проходите. Но, немножко меня разочаровало то, что вот эти вот оттенки, как бы потемнее с шиммером. Сейчас я вам покажу еще, кстати, остальные свочи, и мы уже дальше поговорим. Они как-то, знаете, когда тушуете вы эти оттенки, они как-то растушевываются в грязь немножко. Вот эти вот уже более пигментированные сейчас. Золотой тоже постараюсь получше показать. Вот такой вот золотой. Почему-то, когда вот, да, я темные оттенки тушую, вот этот зеленый, например, темно-зеленый, почему-то они у меня растушевываются в какой-то вот непонятный такой оттенок. Я не могу сказать, то ли это, ну, скорее всего, да, это может быть мое какое-то малое мастерство еще в этом деле. Но я почему-то думала, что когда я их нанесу, и они будут немножко такие более, как сказать, пигментированные на веки, и когда я их чуть-чуть растушую, получится самое то. Но получается, когда я их наношу, они как-то, как сказать, выглядят немножко таким пятнышком. Ну, когда я начинаю тушевать, получается что-то вообще немножко странное. Но это касается не всех оттенков, конечно же. Это касается только, в основном, вот этих вот двух темных. Остальные мне нравятся в этом плане побольше. Вот этот коричневый отличный. Вот этот вы сами видели. Зелененький неплохой. Вот эти два очень красивых хайлайтера. И вот эти два таких вот, ну, тоже промежуточных оттенка неплохие они. В целом тени мне понравились, но, может быть, я ожидала от них большего. Может быть, если бы они были бы именно конкретно матовыми, то, может быть, как-то по-другому дело обстояло. Я сейчас очень часто ими пользуюсь, стараюсь как бы немножко к ним привыкнуть и приноровиться. В данный момент они у меня тоже на веках. Использованы не все. В центре у меня золотистый оттенок. Это NYX. Новая, так сказать, их, я так понимаю, коллекция. Мне привезли в подарок. Я вам еще покажу эти новинки. Ну, в общем-то, тени неплохие. Я бы еще, конечно, попробовала другие цвета. Именно вот матовые. В принципе, это было и все. Очень рада, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. Если есть какие-то еще вопросы по этим продуктам, конечно же, пишите, оставляйте запросы. И пока-пока. До новых встреч.